Мы идем на NBA. Это лучшая лига под баскетбол в мире. Год 40 миллионов. Собственник Майкл Джордон этой команды. Идешь и мурашки аж по телу, реально. Ну, ты не понимаешь, как двухметровый человек может так резко двигаться. Будем смотреть и рассказывать вам, как это все происходит. Привет, друзья. Это я, Алексей Кононов, гимнаст и артист с циркой Юсилей. И мы с ребятами, вот Андрюха, Андрюха здесь и Жека, Жека здесь. Мы идем на NBA. Что мы знаем сегодня об этой игре? Это что играет Toronto Raptors. И Андрюха, кто там еще? Джарлот Хорнерс. Значит, мы узнали, что Toronto Raptors это чемпионы прошлого сезона по NBA. Это круто. Шарлот, собственник Майкл Джордона этой команды. Вот, это такой середнячок. Еще что мы знаем про NBA, это лучшая лига по баскетболу в мире. Более лучше только на другой планете. Вот, ну что, будем смотреть и рассказывать вам, как это все происходит. Так, друзья, мы находимся в Скотте, Банк-Арена. И пытаемся найти наши места. Они находятся наверху, на крыше. Мы брали VIP-места, вот, чтобы лучший обзор был. В целом билеты начинаются от 40 долларов до, наверное, тысячи и более. Арена вмещает 19 800. То есть почти 20 тысяч. Это большая арена. Как всегда, внутри очень крутая атмосфера. Кто когда-либо посещал стадионы, любые спортивные мероприятия, знает, как это трепетно находиться в окружении любителей спорта любого. Вот, и переживать эти приятные спортивные состязательные вибрации. Организовано все очень хорошо, очередей нет. Очень много баров, всякого фастфуда. Идешь и мурашки аж по телу, реально. Настолько классно. А чего? Конкретику, давай конкретику. А чего, мурашки? А от того, как вот здесь люди относятся к спорту. От того, что вот тут настолько все живо, классно. Кто-то отдыхает, выпивает, кушает. Кто-то смотрит анимированный шоу. Музыка долбит. Ну, в общем, крутое спортивное мероприятие. Давай, Андрюха, конкретные вопросы по поводу игроков. Какие цены, за сколько их покупают, что вообще за цифры в НБА? МНБА одни из самых больших цифр в спорте, в игровых видах спорта, так тем более. Потому что здесь зарплаты превышают 200 миллионов за пятилетний контракт. Это значит в год 40 миллионов. Ну, это сильнейшая лига планеты, конечно, какое-то сравнение провести с европейским баскетболом невозможно. Но ты говорил, что тут не перепокупают, перепродают игроков. Они сами ждут окончания контракта и потом как-то договариваются, переходят. Да, да, покупки игроков я не встречал. Может быть, какие-то и были, и были разговоры в прессе, как-то это делается. Но никогда я не видел, чтобы кого-то попопали из клуба в клуб. Ну, короче, деньги есть в баскетболе и очень большие. Несколько комментариев по игре. Первая, скорость где-то средняя между хоккеем и футболом. Каждая атака начинается вальяжно, растянута, но заканчивается очень большой скоростью, большими резкими движениями. И ты вообще не понимаешь, что происходит. Вообще, чуваки такие, смотри, яркие какие. Абой вообще. Что касается поддержки, то очень-очень горячо встречают каждую забитую шайбу, хотел сказать. Каждый забитый мяч в корзину. Когда забивает Raptor. Но когда забивает Charlotte, тишина полная, большая разница. Но в целом стадион полный. Сегодня понедельник, чтобы вы понимали. И наполняемость, ну, наверное, 95% это точно. Ну, друзья, NBA ближе некуда. Вот оно поле, вот здесь сидят звезды NBA. И так разворачивается нереальное спортивное событие в Торонто, в Канаде. Так, друзья, матч идет 4 тайма по 12 минут. Между двумя таймами большой перерыв на 15 минут. И, конечно же, как и на хоккее, большое количество анимаций бьют по всем рецепторам. Это музыка, это танцы. Ты вообще не скучаешь. Ощущение, что энергетика от анимации и от баскетбола примерно на равных. Так, ребята, резюмируемое. По динамике игры похоже очень на хоккей. Ну, ты не понимаешь, как двухметровый человек может так резко двигаться. Это, конечно, поражает воображение. Естественно, много забитых мячей в корзину. Постоянно держится высокий эмоциональный уровень на трибунах. Так как был счет 130 на 80, вы понимаете, что было забито очень много мячей в корзину. Если у вас будет возможность посетить МБА, конечно, не жалейте времени и денег. Идите, это того стоит. По-любому. По-любому. Это вот 100% это надо сделать, поставить галочку и там быть. Да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, если есть какие-то вопросы касательно МБА или вообще путешествий или спортивной деятельности артистов цирка Дюсселей. С удовольствием отвечу. Все, друзья, на связи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!